Сегодня многие называют несправедливым и политизированным требование Всемирного антидопингового агентства отстранить сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. По словам двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, отстранение от игр даже тех спортсменов, которые никогда не были уличены в применении допинга, абсолютно не спортивное требование, которое полностью противоречит олимпийскому принципу. Это то, чтобы лишить наших ребят участия, нужно иметь очень серьезные аргументы, факты. Судя по всему, их нет, поэтому есть некое давление политическое, есть ситуация. Президент вчера сказал, что политика не должна мешаться, на самом деле это принцип олимпийского движения. Спортсмены готовятся к Олимпиаде на протяжении всей жизни. У некоторых это могут быть единственные олимпийские игры в карьере. Пока не ясно, какое решение примет Международный олимпийский комитет, но ситуация для нашей сборной очень непростая. Больше всего мне сейчас жалко спортсменов и тренеров, которые попали не по своей вине в эту ситуацию. Конечно, это недоработка тех, кто в нашей стране занимается спортом. Будем верить, что все эти заявления останутся лишь политическими высказываниями, не имеющими никакого отношения к спорту. Олимпийские игры – это тот формат, который рождает героев на всю жизнь, не только в какой-то конкретной стране, а вообще в мире. То есть там рождаются те, кто до этого никому не был известен. Поэтому, я думаю, что это тот самый момент, когда непонятная ситуация должна добавить сил, но самое главное – это вера в себя и ни в коем случае не сомневаться ни в чем. Тему спорта и политики продолжит Максим Козлов. И заниматься спортом, и наблюдать спортивные соревнования – видновчане любят. Поэтому неудивительно, что многих горожан искренне интересуют новости из мира спорта. Мы решили узнать их мнение относительно допингового скандала, который уже несколько месяцев сотрясает спортивное сообщество, а также о том, связан ли он, по их мнению, с большой политикой. «Все используют допинг. Любая страна. Просто где-то это видно, а где-то это не видно. Потому что, например, тот же Мельдоний. Американцы его тоже используют. Просто он у них по-другому называется. Вот. Это все». «Пытаются чем-то укусить Россию. Не получилось в одном с санкциями. Значит, давайте будем доставать спортсменов. Это политика одна и та же. Но я думаю, что она безрезультативная. Все равно провалится». «Безобразие. Наши спортсмены стараются, стараются». «Раз конкуренция. Конкуренция большая. Советский спорт, перешедший в Россию с спортом, сильнейший в мире. И вся политика заключается, естественно, как бы нас еще ущемить чем-нибудь. Ну, нашли еще одну лазейку. Значит, спортсменов». «Должны разбираться профессионалы. Потому что палка о двух концах. Никогда один не становится виноватым. Значит, что-то было». «Наверное, так и бывает не только у нас, и везде. Кто-то использует, наверное. Кто-то забыл, что нельзя использовать. Бывает такое. Но то, что огульно всех, это неправильно. Хотят сделать. Поэтому я думаю, что здесь больше политики, чем здравого смысла». «Не в курсе. Я только приехал с Элигера. Поэтому я говорю, сейчас ничего не могу сказать. Спасибо». «Мне кажется, что это все равно все. Из мухи сделали вот такого вот слона». «Мне, например, было бы не жалко, если бы наших футболистов от Мельдонии либо. Потому что им хоть давай Мельдоний, хоть не давай, они все равно не бегают, а ходят пешком».